Качает бит, что сабы разрываются Номера трещат снаружи, внутри всем нравится 1-4 молодежное авто Я не утверждаю, походу так завидено Внутри типа сидят, раздувают паровозы Дымит четырка, рядом с милицейским бобзом И вроде так-то никто не догадается Кто за тонировкой авто, чем занимается У меня четырка, брат, этому я рад Говорят пацаны, на районе так Плюс да плюс, минусов вроде нет А хотя нет, бывает и один дефект На районе как ОМОН, всех четырек шуток Приветствую вас всех, меня зовут дядя Митя И у меня сегодня тест-драйв Тест-драйв суперавтомобиля 14-я Вот эта, которая у меня за спиной стоит И я ее снял в аренду, чтобы съездить в город Анна Для того, чтобы купить коробку-механику Но это не факт Так, вот она эта бричка Это просто мечта, вы себе не представляете Она разгоняется до 80 километров в час, не больше Выглядит она просто отвратительно Она вся ржавая, гнилая И я отдал за нее целую тысячу рублей Это просто какой-то коллапс Вы посмотрите Зато у нее есть один плюс Она на газовом оборудовании Газовая оборудователь стоит второго поколения То есть она заводится, ездит на газу Вы себе не представляете Класс вообще, да? Не автомобиль, а просто сказка Я вчера ее заправил в полный бак Где-то 30 литров Съездил до Анны и обратно Но пока еще горючее не кончилось Что плюс неумоверный Давайте посмотрим, что у нее внутри Она даже издает сигналы какие-то Сейчас мы посмотрим Опа, наверное, ключик Потому что в замке зажигания Здесь просто какой-то ужас творится Машина берется в аренду Просто вообще за ней никто никогда не ухаживал Мы ехали 80 км в час А в горку мы поднимались Как на газели Вы себе не представляете Переключаться приходится на вторую Передачу, чтобы подняться в горку Но этот автомобиль Он съездил 100 км туда И 100 км обратно Я устал Я так никогда не уставал Вы себе не представляете Это просто какой-то ужас Но ничего страшного Главное у нее пламенное сердце И пламенный мотор Вот это бричка, я понимаю Так бричка Четырка Что о ней рассказывает Многие блогеры уже про нее запилили обзор Теперь дошло и до меня Наконец-то на моем канале Хоть появился небольшой обзор автомобиля Что я еще могу сказать про этот автомобиль Он весь гремит, трясется И просто такое чувство Как будто он развалится на ходу Но это и не факт То, что он развалится Но все-таки эта ласточка Она просто обалденная Она работает как трактор К-700 Просто трактит и никуда не едет Вот это автомобиль Вы посмотрите на этот силуэт Этот силуэт ни с чем никогда не перепутать Потому что другого говна такого не бывает Ну ладно, не обижайтесь на меня Ну что вы Я сам езжу на Гранте Так что зачем на меня обижаться Вот этот автомобиль Это просто ласточка В этих автомобилях даже есть багажник Ну это просто роскошь Куда я погрузил вчера механическую коробку передач Вы можете пройти по ссылкам Он там будет вверху И посмотреть мой ролик Как я купил автоматическую коробку передач Ну просто рассказ К сожалению, я это не заснял Как хорошо то, что эти автомобили перестали выпускать Она просто опасная В ней опасно находиться Самое безопасное место в этой автомобиле Это когда ты сидишь на лавочке И она стоит рядом Правда, не обижайтесь на меня Я говорю правду Какой этот автомобиль? Я про ваши ласточки ничего не имею против Потому что ваш автомобиль Он самый лучший Так же, как и мой А сейчас я ее буду заводить Но не пугайтесь Это не у вас что-то взорвалось Это так работает этот двигатель Просто сказка и мечта Как будто, блин, где-то что-то взорвалось Или что-то бабахнуло Началась война какая-нибудь Или еще Нет Это просто работает этот автомобиль И вполне нормально Он весь трясется Так что сейчас вы все услышите Не забываем нажать цепление Ну и, конечно, нужно еще нажать газ Вот она, вот она все начинается Поехали От этого я понимаю Заурчал и зашептал этот движочек Послушайте его Ммм, это просто сказка Он работает Как будто тут уже нету давно масла Но он до сих пор еще что-то крутит и вертит А самое главное Здесь надо не перепутать заднюю и переднюю Потому что они находятся очень рядом Поехали назад Опа, едем назад Класс, класс, класс Ага А теперь нужно поехать вперед Поехали вперед Вперед, вперед, вперед Двигатель просто мечта Такое чувство, как будто здесь стоит турбодизель Хотя здесь стоит обычный бензиновый движок Который работает на газу только Не забываем про это А еще у нас здесь начали делать окружную дорогу И теперь машины стоят Че-то куда-то пытаются ехать Но у них это ничего не удается Потому что все стоит Тут будет 7 месяцев так стоять Но ничего страшного Государство говорит, что это нужно В Москве тоже так было И ничего, справились каким-то образом Машина просто ускоряется Я ей газу А она нет На ней, наверное, до 100 км в час Нужно будет разгоняться целую вечность Ну, я думаю, минут так 30 Как минимум И то не разгонится до 100 Потому что максимальная скорость у этой парички Всего 90 км в час Хотя я с горочки пытался разогнать ее И до 110 Это просто было круто Сейчас я перейду на пяток Ну все, можно ехать Немножко шумновато Извините меня, пожалуйста, за это То, что так шумно Это не я виноват Это просто работает так Двигатель в этом автомобиле И ничего с этим не поделается Сейчас я ее сдам И попрощаюсь с ней навсегда И больше никогда ее не увижу Это будет хорошо На такой машине вы не должны ездить Она просто вся ушатанная Я понимаю, когда она твоя Личная Когда ты за ней ухаживаешь Когда ты меняешь вовремя масло и расходники Она радует тебя Она ездит И ты от этого получаешь удовольствие Но от этой машины ты получаешь Только одно разочарование И думаешь Ну как же можно Было такую машину вообще выпускать На дороге общего пользования Да, тормозит, конечно Но она не разгоняется вообще Меня инвалид может обогнать Просто или велосипедист Или просто прохожий, который проходит пешком Мое видео подошло к концу И извините то, что здесь не было никаких технических данных Я считаю, на этот автомобиль Не нужно рассказывать то, что здесь стоит 1.6 восьмиклапаней Вы и сами это все прекрасно знаете Вы можете включить другие обзоры И посмотреть внимательно, что про нее рассказывают Я рассказываю чисто свое мнение об этом автомобиле И больше ни о чем Если кому-то не понравилось, то извините Я говорил правду Я не хотел кого-то оскорбить Или кому-то сделать плохо Я рассказывал именно об этом автомобиле Потому что этот автомобиль Он просто разваливается И мне его нужно сдать побыстрее обратно Чтобы мне не сказали то, что ты должен за него 180 тысяч Вы представляете, за это говно 180 тысяч Аренда работает на ура Я не знаю, что тут может стоить 180 тысяч А на седьмого года максимальная цена ей Ну тысяч, я не знаю, 50 В лучшем случае и то, когда придет пьяный человек И скажет, я ее забираю То да, это будет самая лучшая продажа И самая худшая покупка Кому понравилось видео, не забывайте ставить лайки Я стараюсь для вас Меня зовут Дядя Витя Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok